Шахматно-шашечный клуб «Олимп» существует в городе Видно уже более 30 лет. На его базе проводились соревнования различных уровней, в том числе и международные. В составе клуба 10 мастеров спорта по шахматам, которые не только играют, но и уделяют внимание развитию этого вида спорта в городе и районе, привлекая к нему подрастающие поколения. Об успехах «Олимпа» и о его проблемах пойдет рассказ в следующем нашем сюжете. За годы существования шахматно-шашечного клуба «Олимп» не одно поколение видновчан получили навыки игры в таком виде спорта, как шахматы. Многие, продолжая заниматься, играть, участвуя в различных соревнованиях, достигли определенных успехов. Около 20 лет Влас Шпагин занимается в клубе. Он мастер Фиде по шахматам. Чтобы вид спорта продолжал дальше развиваться. На текущий момент отсутствие нормального помещения является очень серьезной проблемой. Потому что негде не только заниматься с детьми, но и проблемой проведения соревнований. Допустим, первенство города проводить в таких условиях тяжело, когда нет отдельного помещения. Потому что бывает, что партии длятся достаточно длительный промежуток времени, и не получается. А тут уже закрывается вечером. Проблема клуба в том, что сейчас у него нет своего помещения. Около 15 лет Олимп размещался в здании детской школы искусств, где теперь расположился многофункциональный центр. А жизнь на тот момент в шахматном клубе кипела. Дети занимались по расписанию, поскольку было очень много желающих. Проводилось много соревнований. Мы проводили международные турниры по шахматам. Таких турниров нам удалось провести семь. С их помощью нам удалось повысить квалификацию наших видновских шахматистов. И они действительно сыграли большую роль в квалификационном росте наших шахматистов. Сейчас клуб временно разместился в Доме культуры. И здесь по возможности проходят занятия. Этим летом мастера спорта Олимпа на многих площадках детских оздоровительных лагерей проводили шахматные турниры. В июне месяце мы провели мастер-класс во всех школах нашего города по шахматам и шашкам. Познакомили ребят с основами шахмат и шашек. Рассказали им о прекрасном этом мире. Много детей записалось для того, чтобы прийти в сентябре месяце в спортивные клубы. Конкретного адреса клуба, куда могут прийти дети, пока нет. Правда, Олимпу выделили помещение подвальное по адресу школьное 81. Я сделал запрос в санитарно-эпидемиологическую службу и выяснилось, что данное помещение не удовлетворяет санитарным нормам, поскольку там должны проводиться занятия с детьми. Предлагаются, правда, и другие варианты, которые надо обсуждать. Хотелось бы надеяться, что постоянное помещение у клуба будет и наработанные успехи Олимпа за 30 с лишним лет не будут утрачены. Людмила Медведева, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.